Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Илья, вы смотрите 17 выпуск нашей информационной программы новости высоких технологий на ханюс.ру. В этой программе мы каждую неделю собираем все самые важные, интересные и, может быть, даже необычные события из мира высоких технологий. Поехали! Астрономы, работающие с данными, полученными от телескопа Кеплер, не перестают нас радовать новыми открытиями. Благодаря новым исследованиям ученые пришли к выводу, что каждая пятая звезда может иметь вокруг себя планету, схожую с Землей, на которой теоретически возможна жизнь. Естественно, речь идет не обо всех звездах, а только о тех, которые похожи на наше Солнце. Как сообщают астрономы, 22% таких звезд имеют спутник, схожий с Землей. Такие планеты могут иметь похожую массу, размеры и температуру поверхности, а, следовательно, на них теоретически может существовать жизнь. Научные сотрудники Института Макса Планка в рамках недавно проведенного исследования выяснили, что компьютерные игры могут существенно повысить эффективность работы многих отделов головного мозга. Проведенное учеными исследование показало, что те отделы мозга, которые отвечают за наши моторные функции, память и пространственную ориентацию, оказались больше, чем у тех людей, которые играют очень редко или не играют вовсе. Кроме того, полученная в результате наблюдения информация может быть использована для создания новых терапевтических способов лечения различных психиатрических расстройств. Однако, как и во всех делах, следует знать меру. Уже 15 ноября в США начнутся продажи консолей следующего поколения — Sony PlayStation 4. В России японскую игровую консоль начнут продавать лишь 29 ноября. Компания Sony, похоже, хочет увеличить и без того довольно впечатляющий ажиотаж вокруг своего нового продукта. 14 ноября, за день до начала продаж PlayStation 4, компания проведет очередную презентацию PlayStation 4 All Access, в рамках которой зрителям будут представлены новые игры следующего поколения. Презентация Sony будет транслироваться на американском телеканале Spike TV, который ежегодно организует церемонию Video Game Awards. На минувшей неделе испанский архитектор Мануэль Домингес представил поистине уникальную, но сложно воплотимую в жизнь разработку. Он создал проект перед движного города на огромных гусеницах под названием Very Large Structure. Архитектор достаточно тщательно просчитал все детали, в том числе системы энергоснабжения и жизнеобеспечения. Учтены все требования к металлоконструкциям, благодаря которым город будет существовать. В городе предусматривается постройка различных типов жилых помещений, производственных сооружений, развлекательных и образовательных комплексов энергетической станции и даже небольшой взлетно-посадочной полосы. Архитектор полагает, что такие города могут служить в качестве бурильных или горнодобывающих конструкций, которые смогут производить сразу конечный продукт. Недавно в Австралии была построена первая в мире электростанция, перерабатывающая механическую энергию волн в энергию сжатого воздуха, который поступает на длину. Мощность такой станции составила 1 мегаватт. Пока она является опытным образцом и будет проходить испытания в течение 12 месяцев. Если испытания пройдут гладко, то станция войдет в энергетическую систему Австралии. На реализацию этого проекта было затрачено 8 миллионов долларов. В будущем планируется построить электростанцию мощностью уже в 10 мегаватт. И снова мы возвращаемся к играм, на этот раз компьютерным. Steam Machine – это мощный игровой компьютер производства компании Valve, соточенный исключительно под игры. Его внешний вид до последнего времени держали в строжайшем секрете, однако на минувшей неделе корпус игрового компьютера впервые продемонстрировали журналистам. В скором времени компания Valve собирается разослать Steam Machine 300 первым бета-тестерам. Если фаза бета-теста пройдет успешно, Valve начнет полное масштабное производство. Различные сборки Steam Machine, а также рабочие версии Steam OS будут представлены уже в январе на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Пользователи, которые с недоверием относятся к Steam OS, смогут без каких-либо проблем установить на этот игровой компьютер обычную Windows, после чего использовать его для игр или для работы. А вы бы купили себе эту машинку? Новый рекорд скорости беспроводной передачи данных на прошлой неделе был установлен учеными из Великобритании. Li-Fi. Именно так называется технология рекордсменка, устанавливающая интернет-соединение посредством видимого света. Как утверждают ученые, им удалось достичь скорости передачи данных, вдумайтесь, в 10 гигабит в секунду. Согласно новому решению, информация передается через микросветодиодную лампу, которая, в свою очередь, использует каждый из трех основных цветов — красный, зеленый и синий. На каждый из них приходится по 3,5 гигабита информации. Это означает, что, сложив каналы, можно передавать данные с общей скоростью в 10 гигабит в секунду. А на этом все, дорогие друзья. К сожалению, 17-й выпуск новостей высоких технологий на хайнюс.ру подошел к концу, но не расстраивайтесь, через недельку мы с вами увидимся снова. А пока подписывайтесь на новые видео, ставьте большие пальцы вверх и до встречи здесь, на YouTube. Пока-пока!